В южной части Тибета есть одна красивая гора, которая называется Кайлаш. Ее высота составляет около 6700 метров. Это гораздо меньше, чем Эверест. Но в отличие от Эвереста, на Кайлаш почти никто никогда не поднимался по одной необычной причине. В 1926 году один известный британский альпинист решил добраться до вершины горы и долгое время изучал ее. Ассоциация альпинистов сообщила ему, что гора совершенно недоступна. Несмотря на это, он продолжал попытки. Во время его исследования ее северной части начался снегопад. Работать в таких условиях было невозможно, поэтому он отказался от этой идеи и ушел. Следующую попытку подняться на вершину Кайлаша предпринял другой альпинист, полковник Уилсон. Вместе со своим спутником они придумали наиболее подходящий проход к вершине. Они были уверены, что достигнут своей цели, но суровая зима разрушила их планы. Полковник хотел вернуться снова, но так и не сделал этого. Еще одним человеком, который хотел взобраться на вершину, был австралийский писатель и альпинист. Он исследовал территорию тибетских гор и увидел Кайлаш. В тот момент ему показалось, что он легко доберется до вершины. Он встретил одного местного ламу и спросил его, можно ли подняться на Кайлаш. Лама ответил, что попасть туда может только невинный человек, свободный от всех грехов. И этому человеку даже не нужно будет карабкаться по ледяным стенам, ведь он сможет взлететь туда, как птица. Писатель не очень понял, что имел в виду лама, но почему-то отказался от своей идеи. Затем в 80-х годах альпинистская ассоциация вновь рассмотрела вопрос о горе Кайлаш. Члены ассоциации решили разрешить покорить вершину Райнхальду Месснеру, итальянскому исследователю, который одним из первых совершил одиночное восхождение на Эверест. Когда он услышал предложение взойти на Кайлаш, то отказался от экспедиции. Он сказал, если мы покорим эту гору, значит мы покорим что-то в душах людей. Альпинист знал, что эта гора – священное место для местных тибетцев. К ее подножью приходят паломники со всего мира. Райнхальд Месснер понимал это и не хотел делать то, что могло бы оскорбить других людей. Никому не разрешено подниматься на вершину этой горы, но вы можете отправиться к ее подножью, чтобы почувствовать энергию и насладиться прекрасным видом. Поставьте фото радужных гор и холст с нарисованным пейзажем рядом. Будет трудно отличить рисунок от реальности. Эти горы выглядят как картины, настоящее искусство природы. Радужные горы, расположенные в одном из геологических парков Китая, переливаются почти всеми цветами радуги. Кажется, что скалы покрыты стеклом и отражают солнечный свет. Такие цвета это место приобрело благодаря песчанику и минералам. Они прессовались в течение 25 миллионов лет и сделали радужные горы одним из самых красивых мест на Земле. Мы находимся на Филиппинах. Здесь более тысячи необычных холмов, раскинувшихся на огромной территории. Нет, это не фотография шоколадных конфет. Это шоколадные холмы. Они небольшие. Высота самого большого достигает около 120 метров. На вершину можно быстро подняться за несколько минут. Особенность этих холмов в том, что сотни тысяч людей ежедневно посыпают их вершины миллионами тонн шоколадной крошки. А потом, когда она тает, по всей территории распространяется невероятный запах какао. Ладно, шучу. Конечно, это не шоколадная крошка. Каждый холм покрыт зеленой травой. В сухой сезон она высыхает и приобретает шоколадно-коричневый оттенок. Этот пейзаж – просто отличная фотография для упаковки конфет. Возможно, какая-то компания уже напечатала его на своей коробке. Представьте себе небольшую гору высотой около 20 метров и шириной 100. Это даже не гора, а небольшой холм. На нем ничего не растет. Ни трава, ни деревья, только темный песок. Но особенность этой горы в том, что она может двигаться. Каждый год она преодолевает расстояние около 20 метров. Посмотрите на нее. Запомните ее положение и вернитесь через 12 месяцев. Она не только изменит местоположение, но и поменяет свою форму. Движущаяся гора находится в саванне Танзании. Эта массивная дюна двигалась в разных направлениях на протяжении 3 миллионов лет. На самом деле она состоит не из песка, а из намагниченного вулканического пепла. Когда-то здесь произошло извержение вулкана. Осевший пепел образовал эти холмы. Если взять горсть этого пепла и подбросить в воздух, он притянется к общей массе дюны. Сильный ветер заставляет песок двигаться, но магнитные силы удерживают песчинки вместе. Однажды гора раскололась на две части и отправилась в разные стороны. Одна из самых загадочных и странных гор находится в Северной Каролине. Это гора Браун. Внешне вы не найдете в ней ничего особенного. Но попробуйте взять палатку и провести здесь пару ночей. Возможно, эти ночи запомнятся вам на всю жизнь. Люди часто видели загадочные огни, летающие вокруг этой горы. Эти странные огненные шары проносятся на большой скорости над вершиной и исчезают в вечернем небе. Иногда они исчезают, появляются и снова исчезают. Сначала люди думали, что это результат воспламенения испаряющегося азота. Но эта теория была опровергнута. Тогда кто-то сказал, что шары – это свет фар локомотива. Но после того, как железная дорога была затоплена и поезда перестали ходить, люди продолжили видеть огни. Поступали сообщения о белых, желтых, оранжевых и синих огнях. Многие уверены, что это оптические иллюзии. Один профессор физики решил проверить достоверность этой теории. Он провел несколько лет в этом районе рядом с горой. Почти каждый день он снимал ее, и однажды ему удалось поймать эти странные объекты. В июле 2016 года он зафиксировал гору Браун двумя камерами с разных ракурсов и обе сняли летящий огненный шар. Если бы это была оптическая иллюзия или блики на линзах, то одна из камер не запечатлела бы это явление. Это доказывает, что шары реальны, но их природа до сих пор неизвестна. Один из мужчин утверждает, что дотронулся до летающего шара, когда тот летел по шоссе. По его словам, он почувствовал электрический ток. Сейчас это место привлекает тысячи туристов со всего мира. Сюда любят приезжать любители странных и необъяснимых явлений. Эта гора выглядит довольно страшной и безжизненной. Она находится на небольшом вулканическом острове в Тасмановом море в Австралии. Остров называется Боллспирамид. Острый горный хребет на этой земле имеет треугольную форму и высоту 550 метров. Это почти в два раза больше, чем Эйфелева башня. Кажется, что на вершине живет какой-то безумный ученый или вампир. Находиться на острове и взбираться на скалу опасно из-за его скользкой и каменистой поверхности. Моряки обнаружили это место в 1788 году. Они подумали, что остров необитаем, и стали его исследовать. И вот спустя более 200 лет люди все же захотели его изучить. Долгое время это место считалось безжизненным. Но в 2001 году ученые обнаружили там необычных обитателей. Они поднимались на гору и увидели на высоте около 30 метров странный куст. Внутри него что-то шевелилось. Ученые раздвинули ветки и увидели колонию крупных насекомых, сухопутных омаров или ходячих сосисок. Эти маленькие ребята относятся к семейству палочковидных насекомых. Они действительно похожи на сосиски. Каждой длиной около 15 сантиметров. Имеет 6 цепких лап и твердый коричневый панцирь. В тот день ученые увидели 27 насекомых. Самое удивительное, что в начале 20 века люди считали, что сухопутные омары вымерли. Как они оказались на этой горе? И как им удалось выжить в этом отдаленном безжизненном месте? Никто не знает.